Всем доброго дня, это Гелиос Сар и История России в двух словах, на пальцах. Повторяем и делаем выводы. Приведите примеры революций и гражданских войн из курса всеобщей истории. Выделите общее и различное с Великой Российской революцией. Примеры революции. Ну, например, во Франции была далеко не одна революция. В 20 веке, например, была такая полурелигиозная революция в Иране, когда во главе страны вместо Шаха, Ирана, стал во главе Айатала, духовный лидер. Но при этом был и чисто административный, светский лидер, президент. То есть, вот, пожалуйста, революции, которые есть. Гражданские войны. Ну, гражданские войны, к ним можно, например, отнести войну белые и алые розы в Британии в средние века. Потом во Франции, в принципе, было что-то вроде гражданской войны. После одной из их первой революции. Но после того, как там пришел Наполеон, гражданская война там очень быстро закончилась. Гражданские войны были и во многих других странах. Например, гражданская война в Соединенных Штатах Америки между Севером и Югом. Более чем известная война в 19 веке произошедшая. Так, выделите общее и различное с Великой Российской революцией. Общее, ну, общее это то, что это была именно гражданская война. Наиболее похожа на Великую Русскую революцию, это именно революция во Франции в конце 18 века. Именно она. По сути, именно после нее Франция стала достаточно такой более серьезной страной. И там появился Наполеон Бонапарт, который почти захватил всю Европу. То есть, наиболее похожа именно та революция. А вот революция, гражданская война в Соединенных Штатах, она совершенно не похожа на то, что было в России. Какие вопросы общественного развития стали главными в годы Великой Российской революции? Ну, собственно говоря, это был вопрос, сумеет ли старая, то есть, различные помещики, дворяне восстановить власть, или все-таки победит новая. То есть, большевистская идеология. И победила именно коммунистическая большевистская идеология. Насколько успешными было решение этих вопросов? Ну, судя по тому, что большевики победили, то они успешно решили все вопросы. Они умели все-таки меняться. Вот в отношении тех же крестьян, им белогвардейцы не смогли предложить крестьянам и рабочим ничего нового, кроме абсолютно старых порядков, которые рабочие крестьяне ненавидели. А большевики, несмотря на свою жесткую позицию, они все-таки менялись, особенно в отношении крестьянского вопроса. И они сумели в итоге привлечь крестьян на свою сторону. Составьте хронологическую таблицу. Ну, это можно составить. Художественный фильм о революции. Ну, их довольно-таки много. Наиболее известными фильмами могут служить те, которые посвящены Чапаеву. Их хоть как-то более-менее можно посмотреть. Ну, и классные проекты. Это уже отдельно.